Доброго времени суток всем дорогие друзья, с вами действительно Каспер и Кирилл Санлайт и мы начинаем смотреть очередную катку в доту, как говорят в простонародье, Вега против Адфином и все тот же Best of 1 формат, все те же отборочные на бостонский мейджор, да у нас все так же шмотки раздаются на трансляции, я уже не знаю там какое количество их было раскидано. Кстати, кстати, в чате завелись мошенники, поэтому не ведитесь на различные провокации, не жмакайте ни на какие ссылки, к вам просто, если вы все сделали правильно по инструкции, в стиме придет, как это называется, трейд-оффер, да, предложение обмена. Уедомление в общем. Да, так что там все очень просто, никому ничего не надо писать, никуда не переходить, просто все будет в стиме. Ну что ж, интересные пики от обеих команд, представим быстренько мы игроков, я начну с от Финем, от Финем, мы тут дискусировали. Да, 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 я вот пытаюсь... На тему названия. Спартан играет... Я не узнал, где ударение просто ставится, ну ладно, продолжим. Спартан играет на Варлоке, Мадара на Дроу Рейнджер, Таг играет на Апатме, Баунти Хантер, Мэйби Некст Тайм и Тайт Хантер Скайларк. Я очень рад видеть, кстати, Тайт Хантера, давно его уже не видел. Ну и Вега Сквадрон ФНГ, это Спирит Брейкер, Сёма, The Slayer на Сёме, то есть на Дизрапторе, Айсберг будет стоять в центре на Фантом Ассасин, ФН Керри Винга и Маг на Слардере. Кто покусал ФНа? Знаешь, я думаю, что он недоволен. Ты прям зная его, можешь... Ну, я не скажу, что я прям зная его, но я думаю, он определенно недоволен, все-таки, тот игрок, который такой прям хардкорный, хардкерри. Хардкорный. Ну, Винга, она как раз не является такой хардкорной именно керри-барышней. Ну, я об этом-то, собственно, и говорю, что не особо... Не особо он доволен теперь, да? Хорошо, ну, а возможно, он сейчас купит Дезолятор, Дейдалус и пойдет бить кабины. Как тебе такой вариант? Все возможно, все возможно. Ну, пока мы смотрим, тут за противостоянием в миде уже... Фатма неплохо будет стоять на этой линии, по Таврит Раксы на боте. Тут небольшие проблемы у Баунти Хантера, у Братрум нещадно башит. На 17% все дела, конечно же. Ну да, ну правильно, что Баунти начал с бота, все-таки надо немножко умерить пыл оппонента. Ну, там корова очень буйная, да, сюда иди, действительно, еще лишнюю тычку ФНГ успел накинуть. Конечно, двух таких жаробасов... Тяжеловесов. Угу, угу, угу. Сложно выгнать, но все равно это удается. Да, и Тайд Хантер тут пока просто стоит экспец, потому что его тоже такими героями не очень-то легко пробивать. Тем более, он попадает, кажется, энкорсмэшем, подрезает немного урона винге, но, тем не менее, у Скайлорка большие трудности. И последняя тычка добивает его. Уж мне казалось, что пробить не смогут, но смогли. Не смогут, но смогли. Да, не хватает, действительно, там... Возможно, даже какого-то армора не хватало. Очень странно, что, на самом деле, Тайд Хантер купил Винд Лейс. А что бы ты на его месте предложил сделать? Ринг оф протекшн. Да, кстати, помнится, тоже так делали. Ну, да, ринг оф протекшн, побольше хева. Странно, странно. Ну, у винги 12, даже 13 на 2 сейчас, Крепстат, сильнейший на этой карте. Стрела еще залетела в лицо. Ну, Айсберг заблочил, чтобы рейндж-крипа не забрал так. Он все-таки в него целился. Ну, да, я думаю, вряд ли основной целью была именно Фантомка. Потому что смысла от этого не слишком много. Вот эти Мираны халявщицы, действительно. Они ведь постоянно забирают тележки, забирают рейнджевых крипов. Да уже не халявщицы, не надо. Тут слишком много раз ее уже понерфили. И дабл Старшторм уже не работает. И кулдаун уже дважды понерфили. Спорно. Ну, просто слишком приятно было на этом персонажике. Так, прыгнул. Успел так это сделать. Кстати, если бы Фанг еще чуть дальше подошел, хотя бы у Баунти Хантера Дженады нет, так что я не думаю, чтобы Спирит Брекер сильно бы пострадал. Но вообще Баунти Хантеру нужно быть немного поосторожнее. Помнится, была одна игра, когда Спирит Брекер с первой минуты преследовал этого парня и просто избивал его на всех возможных фронтах. Да, он реально его нещадно месил. Пока ровно будут начинать команды. Думаю, что Тед Хантер, возможно, сейчас опять проблемы будут. Хотя... Пока что он стоит, Лайка Босс. Конечно, один раз Фиданул. И, возможно, Фиданет сейчас еще раз. За ТПшкой я пошел, Симеон за Слэйер. Там курицу, кстати, могут подрезать сейчас. Баунти Хантер рядышком находился с Курьером. Да, вот здесь летит Ледяной Рошанчик. Да, Китайский. Ледяной Рошанчик там. Ледяной и огненный, да? Да, кажется так. А в это время от Финнам на нижней линии уже начинают пушить. Дровка заходит прям за вышку. Идет разбег от Спирит Брекера. Правда, там может быть Гаст, если он вкачан. Да, он вкачан. И Спирит Брекеру сказали не сегодня. Артем. Остановись. Остановись, действительно. А пуш очень серьезный. Он действительно продолжается. Весьма неплохой. Правда, сюда идет еще один телепорт. В этот раз от Дизраптора. А что он тут сможет сделать? Ну, просто потусоваться за компанию. Вышку, скорее всего, потеряют. Хотя, теоретически могут задефать. Там просто Баунти Хантер с фланга обходит. Может и в селедочку вгрызться. На самом деле, все персонажи очень пробиты. Очень лоухитовые. И в плане маны тоже. Тут можно даже попробовать подайвить, возможно. Но все уходят. Отдают вышку. Ну, я не знаю, стоила ли игра свечи. Хм. Ну, действительно, перетяжка была достаточно массивная. А в итоге передумали, что ли. Ну, может, изначально просто решение капитана было не совсем верным, координатора. Такое иногда происходит. Конечно. Главное, чтобы команды это понимали. То, что, ну вот, накосячили, в следующий раз так делать не будем. Нет, команда поддержала. Тут как бы ситуация такая, что капитан сказал, сделали, а потом уже верно-неверно. Ну, то есть получилось, не получилось. Это да, это отдельная история. Главное, чтобы сделали. Дисциплина. Есть, есть свои плюсы и свои минусы. Конечно же, дисциплина это хорошо. Если капитан потом способен сказать, да, я налажал, как бы, извините, но так иногда происходит, то это, мне кажется, тоже очень важный момент. Да. А не говорить, да ладно, вы просто там не так стянулись, там, еще что-то там не так сделали, да, там, раки и сибараки. Ну, что же. Хорошо, тут Маг в миде заобузил Боттл. Да, Айсберг вообще великолепно пока себя чувствует. 29 на 12. Притом, Мирана тоже не слишком сильно страдает. Вижу, что потом... Роман, Боттл пустой. Где пустой? Почему он пустой? Потому что хорошо Маг заобузил. А я думал, ты в прямом смысле сказал, что он хорошо заобузил. Ты в этом пока что не понимаешь. Нет, я думаю, ну заобузил и заобузил, думаю, хорошо, да, я просто даже не сомневался в том, что Андрей может нормально это сделать, ну, может, просто не успевал уже. Да, бывает, бывает такое. Там доти виднее, да? Ну, тут не доти виднее, просто бывает, там, возможно, Айсберг не успел быстро переложить или еще что-то. О, пришел ФНГ, нашел Тайдхантера. И все, и разбежались своими путями. Да, пошел крик также от Винги, ФН фармит прям совсем мощно, ты посмотри, 43 на 9. Еще Лесных Крипчиков здесь успевает подбивать. Нет, у Винги все очень хорошо за счет этого Ферст Блада. Она действительно себя очень хорошо чувствует. Винга на самом-то деле в начале... Ай, ну ладно! Я прям вижу, знаешь, как вот это вот... Горение сразу, у тебя просто отобрали там 60 монет. Это жесть. Вроде бы мелочь, а на самом деле реально подгораешь немного от таких эпизодов. Да. Ну, Винга, особенно такая, которая стоит на фри-фарме, плюс еще получает Ферст Блад, действительно, она может быть мощной в этой игре. И с ранней агрессией у Веги может быть все в порядке, как только там 6-й левел, там, обнес Лордар, например, начнутся какие-то постоянные забеги, постоянные файтнинги. Все-таки не самый лучший сетап героев от Файна, от Финне. Каспер, ты вот серьезно... Посеял смуту? Ты посеял смуту и теперь я каждый раз сомневаюсь. Ну, извините. Вообще, это хорошо. Потому что сомневаться нужно всегда во всем. Как-то критическое мышление воспитываем. Да. Ладно. Хорошо. Ну, вообще, это вроде как на латыни переводится до конца. То есть, это единственное, что я смог выяснить. А в правильности чтения я не обнаружил. Поэтому, я думаю, если наш твиттер знает, может подсказать. Так, что у нас проблема у тейт-хантера. Вернули, дали станчик. Ну... А, он решил под конец, конечно же, завязать реведж. Почему нет? Дровка решила пострелять в двух разных героев. Почему нет? Да. Ну, не сразу. Понял, что... Что можно одного из них убить? Да, вообще, они пешком бы убежали. Но они не имели вижена. Там, было ли еще больше дтпшиваний. То есть, увидели только одну дровку. И сразу же валим. Тут, кстати, пингуют на баунти-хантера. То, что на него пошел разбег. И ведь, действительно, в центре стоял обсервер. Который видел корову пробегающую. Ну, и вообще, день на дворе. Поэтому, там, корову можно заметить. Где-то на линии просто будет проходить. Ну, да. И часто видишь корову, которые пробегают по дороге. Центральной. Вот именно, вот именно. И вышечку. Все-таки получается. Ну, хотя нет, слушай. Пока еще не получается. Может быть, даже попробуют заденайить парня из Вега Сквадрон. Тут Сема приходит. Есть ли детекшн? Да, есть просветочка. Спиритбрейкер въезжает в стройку. А вот тейт-хантер без ревейджа. Да. И команда вопрошает. Господин Скайларк, собственно. А как так получилось? То, что ревейдж вроде бы и нужен, а его вроде бы и нет. Хорошо, ребята. Сделали три килла. Прям вообще никакой... Никакого контеста. Никто ничего не предъявил им. Ну, мне кажется, что по игре дальше так и будет. Если они не ошибутся. На самом деле, пик от... Финем. Выглядит смутно. Не, ну, герои-то вроде бы понятные. Не, ну, герои-то понятные, но потенциал у них, как... У команды 5 очень спорный. А вот у Веги пермофайнинг. Не, ну, смотри. Стрэнные зарубы. Баунтихантер раскидывает 5 треков. Потом все герои становятся в кучу. Туда прыгает Тайтхантер с ревейджем. Слушай, у Баунтихантера случайно нету в начале хроносферы, чтобы он на всех раскинул. Не, ну, смотри. Допустим, 5 треков. Туда вешается Фатал Бонс. На пятерых тоже. Это теория идеального файта? Да, теория идеального замеса. Замеса, давай. Вот, вот. Так вот. Варлок вешает бонсы по пятерым. И Баунтихантер одним сюрикентосом всех убивает. Если не убивает, то подключается Тайтхантер и Мирана. Оба с блинками. Да. И Мирана с Аганимом, конечно же. Ясно. Слушай, а про Голема? Не, ну, понимаешь, Голем в такой ситуации даже как-то не очень хочется про него вспоминать, потому что это будет сильный оверкил уже. Там уже просто после ТОСа будет мало здоровья оставаться. Ну, и тогда ясно. Короче, смотри. У нас есть постепенные вот эти обновления итогов промежуточных по группе в регионе Европы отборочных. И уже Ликвипедия мне подсказывает то, что Escape Gaming и Альянс также выпадают из гонки за инвайт на бостонский мейджор. У них счет 2-5. И у тех, и у тех. Что, собственно, ставит крест на их шансах выхода. Знаешь, в первый день казалось, что Альянс покажут еще. То есть, что они были предельно готовы. Показали действительно хорошую игру. Потом я просто увидел ситуацию, что у ребят не было больше вариативности в драфте. Они пикали просто практически одно и то же. И плейстайл их вообще не менялся никак. И, соответственно, так вышло, что они начали просто всем проигрывать. Ну, вот ты видишь, что команды, которые обладают меньшей пластичностью, они, скорее всего, и отлетают. Мы уже обсуждали Fantastic Five, Na'Vi, Escape, кстати, та же примерная история. И вот, собственно, Альянс. Четыре команды, которые сейчас находятся внизу турнирной таблицы. Подожди, а у Imperial еще шансы есть? У Imperial 3-4. У них еще теоретические шансы имеются. То есть, их еще не похоронила Ликвипедия. Да, и забирают потихонечку тут Спартана. У нас просто тут Warlock решил вначале фаталбанцы изонуть, а потом только Ultimate. А. Да. Не, ну так он... Не, ты слышал звук. Да. Поступ, но он не успел докастить. Я понял. Ну, хорошо, ладно. 0-7. 0-7 и Ownage и Bounty Hunter, которые по-прежнему без шестого уровня. Двенадцатая минута подходит к концу, и этого героя просто нет. Вот это слордар здорового человека. На седьмом левеле имеет спринт в три, стан в троечку тоже. То есть, просто догоняешь и станешь? Да. А вот те слордары, которые в двоечку качают спринт и в четыре стан, это... Еще при этом покупают ПТ, а не Транквил, это вообще. То есть, ты за быстрых слордаров? Конечно. Чем больше лошадиных сил, тем больше там крутящий момент. Ну, да-да-да, я понял, о чем ты. Я, возможно, там не прав, так как я не автомеханик, не понимаю ничего. У меня отец гонщик, да? Но я ничего в машинах не понимаю вообще. Ну, это примерно как у меня отец охотник, а я примерно такой же охотник, как и ты гонщик, видимо. Я водить не умею, потому что... Да ладно, сейчас транспорт просто, мне кажется, обезьяна водить умеет, если просто коробка автомат какой-нибудь... За руль какой-то Теслы сесть, ее можно просто с закрытыми глазами водить. Нет, так Тесла там уже сама доезжает. Ну, да, учитывая, что она еще и сама едет. Ты, кстати, видел не так давно... Видос, да, видел этот. Офигенный видос. Музыка, кстати, очень крутая была в видосе. Если кто не знает, о чем мы говорим, там Тесла едет из пункта А в пункт Б, вот примерно как Spirit Breaker. Только при этом ни в кого не врезается этот Тайт Хуантер, но он под Сайленсом и не успевает нажать красную кнопку. Вот он пошел в Сюрикен, но, правда, трек был не по пятерым. Вернее, трек не качан вообще, потому что Баунти Хантер совсем такой плохой получился. И умирают один за другим героем от Финна. Варлок понимает то, что тут все, жизнь, тлен, безысходность. Финна на своей керри-винге. Просто посмотри, как он разваливает кабинеты. Приходит еще сюда селедочка. Башик проходит, и еще один удар от Финна. Это минус 5 от команды Vega Squadron. Ну, опять же, Тайт Хуантер не завязал реведж. В прошлый раз он его завязал заранее. А может быть, он поэтому его и использовал? Говорит, ну, хоть сейчас нажму, потому что до конца игры больше у меня таких шансов не будет. Ну да, хорошая идея. Просто хорошо Дизраптор работает против таких героев. Даже несмотря на то, что Кракеншелл срабатывает там 15 раз, пока этого Тайт Хунтера убивают. За счет того, что Статик Шторм статически висит над ним и не дает ему возможности ничего использовать. И Блин Даггер. Это сверхразума Слардар. Он качает на 4. Спринт? Да. И у него 500 мов спида, вот он ездит. И стану у него в тройку, и есть уже баш. Понимаешь, это вообще сверхразум. Ну, это Андрей, если что, Чепенко. Да, я знаю. Хороший человек, игрок. Не, я с ним знаком лично уже достаточно давно, поэтому я могу только согласиться с тобой. Да. И Сёма Заслэйр. Подвар делал немножечко. Да, дабл дэмэдж сейчас, Рошан упадет очень быстро. Ой, посмотри на эту Вингу. Какая она сочная. Правда, артефактов у неё, я бы не сказал, что совсем много. Вроде бы 6200 надкос. Она статовая очень выходит. Да, она реально жирная за счет этого Драгонленса, Пауэртретс, там 1700 хп. И броню у неё родной очень-очень много. Ой, и стрела залетела неприятная. Неприятная она там. Рошан там промахивается, так что всё хорошо. Почти дезолятор, кстати, есть уже. Тут Спиритбрейкер побежал. Раведж. Давай, жми! А, нет, не нажмёт. Не нажмёт. Ну ещё сейчас и заберут здесь Варлока, скорее всего. Да, маг причём, понимаешь, он может даже дистанцию держать, потому что Блинг откатится сейчас. И вот можно сделать просто-напросто вот таким образом. Просто не хотят, видимо, подставляться под теоретического голема, которого может кинуть Варлок. Ну и всё, все разбежались. Вышку заберут совершенно спокойно. 3.14. Мне вообще интересно посмотреть, что там по графикам происходит. Бэтмен. Смотри, всё вроде бы очень... Бэтмен. Бэтмен, действительно, есть Бэтмен. Так вот, всё очень ровно, казалось бы. Но сейчас мы видим какой-то колоссальный провал со стороны от Финнам. Просто не так много вышек забирают вега. У них герои, которые вышки пока ещё не особо хорошо ломают. То есть, ну что там, одна венга есть с Саурой, которая может немного посплитить. И всё, по сути. Когда вот ещё там Дезолятор какой-то появится, может быть... Появляется Дезолятор. Ну, вот. Теперь уже поприятнее. Теперь и Пэшечка может немного подключаться. И герои будут теперь с ваншота падать, типа Баунти Хантеров. У Тайт Хантера меньше шансов реведж нажать, потому что можно просто умереть досрочно. Я помню, в своё время даже любили брать героев типа Лины, потому что она где-то переходит из мидгейма в лейт. При приобретении Аганима Тайт Хантера просто не прощала. То есть, он идёт давать реведж, получает стан Драгон Слейв и просто ультом сдувается. То есть, он даже кнопку нажать не успевает. У него даже Кракен Шилл не срабатывает. Но знаешь, здесь Тайт Хантер играет действительно странно. То есть, он не пошёл изначально в лес. Он купил виндлейс. Он не имеет до сих пор Айрон Талона, да? Посмотри, у него Нетворс посерединке находится. Он там чуть лучше, чем Баунти Хантер. Чувствует себя. Да, при этом у него нет возможности рано зарашить блинк. А без блинка ты не можешь занять такую позицию, чтобы не угодить в Статик Шторм. У Сёмы есть квест. Держать Тайт Хантера 100 секунд за одну игру в Статик Шторме. Пока что он с ним, видимо, справляется. Да, 2 из 2. 2 из 2 пока что. Пока что так и есть. И Скайларк, мне кажется, должен сейчас именно над этим заморочиться. Над тем, чтобы не угодить в Статик Шторм. К сожалению, Скайларк не может вернуться в прошлое, чтобы сыграть лучше. Ну, возможно, в будущем получится исполнять немного качественней. Ну, я уверен, что это не тот персонаж, на котором команды часто играют. То есть, может, недостаток компетиций игры, скажем так, на нём за последнее время сыграла роль. Ну и вот он, Мадара, начинает пушить. А вот как раз у греков есть небольшое преимущество в плане того, что они вышки могут быстро забирать. Но сейчас, за счёт того, что Вега просто уверенность в своих силах... Вега и Саура, у них есть дезолятор. Вот, теперь, да, теперь действительно они могут и сами немного потолкать. А, возможно, даже и много. И в скорости, как мы видим, они не особо-то и уступают. Конечно, тут Мадара в Соляново вышку ковыряет. И отменяется телепорт с Лардером. И правильно, на самом деле, потому что там 4 героя, кажется, находилось. Просто умер. Эгиду заберут через 2 минутки. Да, надо... Не то, чтобы попытаться реализовать. Я думаю, сейчас ребята просто подпушат топ-линию, подпушат мид-линию и попытаются... Возможно, даже пойти по топу, потому что там ещё стоят 2 вышки. Вот, там тир-1 ещё сладенькая. Там сладенькая тир-1 вышка стоит. А тут, да, тут очень чётко... Показывается Пашка на топе. И сейчас попробует кого-то убить. Немножко просекает что-то. Вот, они понимают, видимо, что здесь что-то неладное. Прыгает селёдка по-двоим! И тут статик шторм! Скайларк вновь не успевает нажимать реведж. Вот, он его нажал. Хорошо, забрали товарища Спиритбрейкера. При этом потеряли уже Варлока. Один в один, вроде бы более-менее. Я думаю, что Веге нужно просто уходить, потому что Пахи как раз-то и нет. И это проблема. А куда ты пошёл? Здравствуй. Господин Скайларк. Ну ладно, там Дроу Рейнджер. Ладно. Я думаю, ему тоже неправо. Байтит, байтит, байтит. Неплохо. И стрела сбивает телепорт. Кстати, то, что убивают именно Венжи Фулл Спирит, конечно, намного приятнее. На самом деле, мне кажется, что Вега немножко не дотерпела, скажем так. Там краешком не зацепила Баунти Хантера в Кинетик Филд. Там пикселем буквально он спокойно вышел. Вот. И Вега могли чуть больше подождать, пока подойдут ближе к хайграунду. Слишком близко к вышке они начали драться. Ну, возможно, возможно. Ну, бывает. Мистейкс мы made. Да, вот причем мы видим уже там такая, скажем так, не первая ошибка. Возможно, стратегическая макро-ошибка. Знаешь, что нападаем, не нападаем. Так на подмет довольно-таки многое имеет. То есть мы видим, что уже два топа на творчестве. Он сейчас еще и айсберга может заиметь. И стрела попадает. Ну, Эгиду сбили. Хорошо. Недалеко находится Дизраптор. Да, Глимс срабатывает. Пошел Спирит Брейкер. Пошел Нож в Тага. Но здесь еще есть Варлок. Не забываем о нем, кстати. Знаешь, мне не нравится вот эта пашка, которая играет без стиков. Ну, вот конкретно без стиков. При том, что они постоянно дерутся. Ну, ей действительно не хватает статов, когда ты рашишь этот Дезолятор. Ну, может быть. Вообще стики очень полезная штука. Повышенная активность в этой игре конкретно. Минимальные какие-то статы ей нужны. Она слишком... Тощая? Тощая, да, девушка. Как ты относишься к тощим девушкам? Да, как-то обычно. Аввакционный вопрос немножко, да? Да не, ну, типа, блин. Есть тощие девушки, есть не тощие девушки. Ладно. Зато нормальные вещи. Ладно. Так как я сам мальчик не маленький, то мне, в принципе... Не тощие? Прямо правильно. Я не тощий, это определенно. Хотя в универе я был еще тот дрыщ. Я где-то нашел свои фотки старые, я просто такой скелет был. Жесть. Вот что зарплата с людьми делает. Так что, ребят, ни в коем случае не получайте зарплату. Не получайте зарплату, а то, да... То станете как Каспар. Можете высылать свою зарплату мне. Буду объем отбирать у людей. Ну, слушай. От финнам смогли немного закамбэчить. Там трешечку они выбили. Вот вроде я так уже хоронил, хоронил, хоронил этих ребят. Но я так же сам себя и поправлю. Почему? Да потому что тут и Тейтхантер, и Варлок со своими бандами, с големами. Герои достаточно неплохой камбэк-механикой обладают. Ну, Баунти Хантер, прежде всего, хорошо здесь заходит за счет своего трека. Ну, особенно с шестью киллами за 22 минуты. Не, ну, знаешь, все равно приятнее, даже когда ты сбиваешь стрики, сбивать их еще под Баунти Хантер. Не, тут я даже спорить не буду. Это логично. Вполне. Сейчас ребята, как только купят БКБшки на ПА, на Винге, я думаю, что они пойдут добирать вот эти вышки. И, на самом деле, от Файна будет очень сложно контестить. Это дело как-то... Ну, буквально 100 золота, 160 золота остается в ПА-шке. Винге чуть поболее. Но Вингар сама по себе потолще будет. С ПТ на силу там 1700 хп где-то будет. Угу. 1690, может. Да, 1690. Нет, меньше. 8 сил дает. Всегда хочется сказать 10 силы, как старое время. Это было давно. Было 10, было 6, потом 8. Ну, знаешь, когда было 10, тогда давалось, кажется, 17 хитпоинтов... А, 19 хитпоинтов за единицу силы. Сейчас дается 20 хитпоинтов. А, точно, сделали же чет на эти. Да, да, да. И поэтому сейчас вроде как меньше, но в принципе, там, пару хитпоинтов... Что скажешь, то, что дуб отмейт 1455. В чем ее проблема? Ну, доти виднее. То есть у нас в последние несколько дней ответ только один. Доти виднее. Но вот видишь, тут 940. Вот можно всех сейчас прокликать. 1360. Тоже 1360. 1000. 1240. Что с котом? Ну, может, нам кот как бы... Ой, смотри, как он палит эту всю движуху! Какой он жук! Да, и стрела великолепная. Трек пошел. Слардер сразу говорит, ну, ты, конечно, дезраптор, молодец. Ну, давай справляйся как-то. Самый паунтихатер отъезжает за одно мгновение. Айсберг его не простил. Да уж. Слушай, ну, голема можно получить. Но, правда, там уже Паха второго героя убила. Что-то гоним за 4 удара. До свидания. Да, и Слардер, оглушение по двоим. До свидания, Варлок. Да что это происходит? Айсберг, у тебя все в порядке? Что? Ты понимаешь, он всех прикончил именно критическими ударами. Да. Вот просто я только видел, как вот кровище в разные стороны хлещет. Айсберг, вак, бан просто. Это реально незаконно. Ультра килл, кажется, ему только что достался. И эгида. Неплохой хайлайтик такой. Хайлайтик замечательный. Реально. Причем... Не поддержали, кстати, Баунтихантера. Ну, он жил ровно секунду просто. Не, ну он долго палил контору-то. Не, так там Патма кинула стрелу, и вроде все уже дернулись, но в этот момент полетела кровь от БХ, от всех остальных. Уже увидели другую часть команды, решили на них переключаться. Знаешь, тут, по-моему, проблема как раз таки в том, что все-таки нету у Тейдхантера Даггера. Ну, эта проблема, она изначально читалась немного. Посмотри, смотри, Сёма сам в свой статик-шторм залез и говорит, ну давай, давай, заходи ко мне сюда в гости. Убили кошечку, опять Критон. Да, в этот раз с ножика айсберг ее добирает. Ох, что ты делаешь, Богдан? Богдан реально не прощает. Просто, знаешь, с ноги так вошел в эту драку. Одного отбросил. С двух ног. Сразу в Баунтихантера. Какая жесть. Это было сурово. Ну, а вот что потом делать? Вот ты вроде бы играешь всю игру, какие-то стратегии рассчитываешь. Тут приходит Паха, Крит, 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 Крит. Все, до свидания. 51%, не 15, 51%. Да, 51%. Ну, я вообще говорю, в Доте всегда 50-50. Прокнет или не прокнет. Иногда бывает и 3 подряд вылетает. Я помню, когда-то был момент на Радиентских Эншентах, когда за Слардером кто-то гнался. Он был там на 5 хитпоинтах. Он просто развернулся и с первым уровнем баша, 4 баша подряд выдал. Слушай, смотри, какой это баунтихантер-жук. Он постоянно вот тусит где-то под курочку хочет там заснайпить. Ну, это вполне хорошее желание. Вот таких баунтихантеров я люблю, потому что они вот именно по макро, да, заставляют противника немного нервничать. Ну, правда, сейчас спиритбрейкер не особо нервничает. Нервничает начинает баунтихантер, когда видит на себе фантомку. Монстра килл уже у айсберга. Людь. Бешеный какой-то. Недавно он был такой хрупкой девочкой, сейчас он... Хотел сказать возмужал, но в отношении девочки как-то не так хорошо это звучит. ФН, ФН что утворяет? Говорит, сюда иди, кот. Сколько тебе там, 1515? Хорошо, успел. Слушай, и да, заберут здесь миранку? Да, зачем ревадж? Не надо, не буду торопить спасать. Вот лучше как в первой ситуации. Нажму, а тут нет, кота оставлю. Не знают, Тейтхантер действительно немного странный. Не доигрывает он. Немножко. Ну, во всяком случае, мы здесь, а он там. В плане... Это мне в твиттер прислали картинку с Бэтмена. Причем он жутко похож на твоего. Ну, так именно. Я тебе потом расскажу. Или я тебе рассказывал историю, как появился этот Бэтмен? Нет, наверное. Ну, я расскажу обязательно. У нас еще будет время. Сейчас пока Вега отправляется пушить. Игидо еще две минутки будет висеть на Апахе. Вот он, свап. Я думаю, что... Просто прекрати, Богдан, пожалуйста. Этот варлок реально проклинает его просто. Я не знаю. Будь проклят тот день, когда айсберг сел за баранку. Это и Фантом Ассасин. Айсберг играет в казино просто. Так а что ему еще делать? У них вообще пик казино. Там станы рандомные, вот эти баши. Фантомка критами раскидывается. Ну, ладно. У него по-прежнему и Гида есть. То есть поломали пока только вышку. Сломали, вернее. Да что ж такое-то сегодня со мной. И все. И отступают. Видимо, решили слишком не рисковать. Ну, там ФН малость пострадал. Если, конечно, возможность есть его подрегинить. Там есть урна. Заряды урны есть. Да, неприятно, конечно, играть против айсберга и его Фантом Ассасин. Да я уже заметил, когда тебе залетают эти критули фатальные. Ну, и вот итог этого всего избиения. Вот до предыдущей драки, не вот эта конкретная еще, которая была до этого, на Тир-2 Дайровской. Там было две тысячи преимущества всего лишь у Вега Складрон. Сейчас оно уже исчисляется десяткам тысяч. Ну, сейчас вот айсберг еще доберет себе Абиссал. Будет уже совсем такой упитанной девочкой. Вот да, надо было сказать, что девочка-то не то что... Не возмужала? Не возмужала, да. Она потолстела. Ну, немного, да. Немного потолстела. Все-таки хитпоинтов уже очень много у айсберга. Сейчас будет еще больше сопротивления различных, еще больше блокировки урона. Ну, тут не скажешь, что это девочка с яйцами. Ну, не, ну слушай, учитывая то, как Богдан там прыгает постоянно вперед, возможно, мы чего-то не знаем о Фантом Ассасин. Да. Ну, это все-таки Дота. Да. Тут порой не все вещи поддаются каким-то логическим суждениям. Порой наша логика не слишком логическая, поэтому... Тут тоже уже извините. Пошел там ФНГ. Видит его. Летит нож. Нож залетел в Волка. Слушай, а тут два товарища вот такие забрели в гости. Начинает с Крита. Айсберг. Представление начинает с Крита. Ну, слушай, Скайларк пока еще живет. Будет он давать реведж или не будет? Крит? Нет, Крит не вылетел. Но реведж пошел. И Голем. Очень неплохая контр-инициация. Идет ФН разваливать кабинет. Он сейчас Волку, потому что Дрорейджер ушла в Moonlight Shadow. А где же весь детекшн? Где все? Господа. Все было у Баратрума. Да. Хотел Вингат с кем-то свапнуться, но... Все говорят, не трожь, не трожь меня. Ну вот не очень хорошая драка для Веги. Да. Камбэк механика работает. Я к тому, что вот эти все реведжи, големы, они действительно способны... Можно нам показать Show Fight Recup, пожалуйста? А, он сейчас пропадет. А, вот так вот даже. Это, учитывая то, что Баунти Хантер сделал выкуп, 2000 разница. Ну, неплохо. Ну, по XP плюс. Трешка. Угу. Просто с двух ударов падает голем. Вот эта легчайшая сотка, знаешь, залетает. Баунти Хантер. Подрезал Слардера. А как вообще так получилось? Да, наш... Сверхразум. Я не хотел как... Андрей? Да, просто, может, люди зашли, которые... Они сначала смотрят эту игру, да, и подумают, что... И они не поймут, кто такой сверхразум? Да, они не то, что не поймут, кто такой сверхразум, они подумают, что я этот... Что я его обижаю. А, ну, возможно, да. Да. То есть я не хотел никак обидеть Андрюху. Он хорошо играет на этом персонаже и вообще... Да, в целом, пока Вега все правильно делали. Но вновь. Вот какие-то микроошибки, которые потом за собой влекут макро-последствия. Да, там один раз вышли, постояли под вышкой, убежали. Вроде бы мелочь, а в итоге денег, ну, потеряли на этом эпизоде. Второй раз пошли драться, когда драться не нужно было. Вот сейчас, например, там Слардер умер. Ну, и хорошо еще легко отделались. Дальше никто не пошел никуда. Ну, тут надо аккуратнее более играть. Сейчас стараться находить хороший пиков. Они, опять же, постоянно из глупой позиции. То есть сейчас вот... Прошлая драка прошла, просто забежал Артем на корове. И подставил всю команду. Опять неправильное решение капитана? Ну, возможно, не знаю. Может быть, он просто хочет как-то более активно провести часть игры команды. Он понимает, что у них не то, чтобы лейт потенциал слабее. Хотя тут вообще не скажешь, что у них слабее. Тут, мне кажется, есть дезераптор с аганимом потенциально. Если да, если вот дезераптор с аганимом, то, по сути, все остальные герои, ну, они норм. Просто венга теряет актуальность каждой минуты. Ну, как сказать? Слушай, если купить Дейдаус, МКБ и просто идти бить лица, вообще можно купить аганим. Кстати, тоже нормальная тема. Я не думаю, что ФН согласится на такие эксперименты. С аганимом. Все-таки он хочет убивать людей, а не умирать. Нет, ты можешь потом убивать людей, когда ты умираешь. В этом тоже есть своя прелесть. Не всегда то, что ты после смерти приносишь пользу, значит, что надо идти сдыхать сразу же. Кстати, свап! Хорошо! И глимпс! И прям варлок-путешественник, знаешь? Я все, опять жду, что вот варлок отъедет с одной тычки. Да. Я думаю, айсберг тоже этого ждет, поэтому такие ножички закидывает постоянно. Она сидит и говорит, крит! Ой-ой-ой, неприятно. Каким-то богам-рандомам молится фантомочкой. Как в Вове бог дропа. Да, пожалуйста, упади. За роли, а потом еще заролить нужно. Мало того, что упади. Не, ну сейчас с этим попроще. Ну, как сказать? Нет, там просто падает, как бы, и все. То есть, если это... Уже совсем ролл убрали? Ну, нет. Не, ну я думаю, там в любую. Я просто вот в Легион успел поиграть буквально пару часов, просто задать и покликать. Поэтому я не тут. Не, ну уже давно убрали. Если там идешь какие-то данжи просто, либо в поиск рейда, то там просто на тебя падает, как бы. А, окей. Раньше я помню. Не, я и Легион не успел побегать. Раньше, я помню, ролили, ругались на людей, обещали найти их в реале, разбить им в лицо. Да, за то, что они воровали вещи. Это жуть. Ну что, сейчас, я думаю, ребятам стоит что-то предпринять. Я попрошу нашего сервера показать, есть ли смог у команды Вега. Вот это можно сделать, кликнув на их персонажа и нажать на шоп. Да, например. Да, гайд. Легкий гайд. Да, вроде как есть. Даже одна штучка имеется. Ну, я думаю, что им нужен хороший пик-офф, чтобы зайти все-таки. Несмотря на то, что у них есть Аегис. Кстати, Слордар хороший айтем приобрел. Лутусор, называется. Ну, мы уже сегодня про него рассказывали. Ну, а для чего конкретно здесь он может быть нужен? Чтобы снимать треки, чтобы... Ну, то есть просто, чтобы герой себя чуть более комфортно чувствовал. Ну, это плюс армор, как минимум. Снимать сайленс себя. А, ну там же еще вот есть серия нюков от Миранки. Конечно, как же мы могли забыть. Тайтхантер вновь под статик штормом. Если его получится быстро забрать, будет великолепно. Но его просто зафиксировали. Его реведж может даже не пригодиться. Байбэк от дровки. Тайтхантер дает реведж. Да, и обхивл пошел. Вот первый крит пошел нормально такой от Айсберга, да. И Слуардар фрегает по двоим. Начинает атаковать дроу рейджер. Айсберг подходит. Кидает очередной ножик. И отпрыгивает прямо из-под стрелы. Как же близко было. Но здесь умирает селедка. Слишком много байбэков. Два, точнее, наверное. Да, два байбэка. Я вижу дровка и тайтхантер. Но очень важные герои. Да, важные герои. Ребята потеряли Айгис, конечно. Минус два плюс Айгис. Да и вот самое досадное для Атфинам сейчас, то, что у них времени не слишком много, чтобы заставить выкупиться хотя бы селедку. На самом деле, как только рестнется... Рестнется герой команды Вега, можно опять идти. Да, я вот как раз к этому и пытался подвести. Есть кулдаун у Варлока, у Тайтхантера. Им прям... Два байбэка, да? Да, жизненно необходимо идти. В этом и слабость подобных героев. Плюс у них есть смок. То есть сейчас линии все подпушены. Вот, кстати, смок. Подпушит чермит. Они, кстати, собираются, да. Все. Аналитика! Сразу так с анлайда грудь выпитил. Все. Да, это я. Не, ну правильно. Абсолютно верное решение. Главная уязвимость этих всех героев это наличие больших кулдаунов. Ну, я не думаю, что от Фине... Вот я уже заострял в нем. Маня, понимаешь, прогрессирует. Ну, это моя цель. Это моя основная цель. Чтобы все прогрессировали. Ну, они уже собираются под базой, на самом деле. Они понимают, что, скорее всего, ребята будут стараться не то, что идти там по миду, а просто будут использовать любую возможность, чтобы их наказать. Ну, смотри, кстати, интересный тоже артефакт появился. Solar Crest у Bounty Hunter. Самый неочевидный смог 2016. Ну, конечно же, неочевидный. И самый неочевидный выход венги. Просто подъем прямо на базу, смотри. Оп. Говорит, ну, ребята, вы же понимаете, что я здесь один. Ивар тоже поломал. Тоже вполне неочевидно. Стрела пошла. Монта. Не получилось. Он пытался. Да, но он старался, конечно, не получилось немного. Он переключает иллюзии на барак. Они неплохо весьма справляются. Работать еще будут прилично. Обхиву, конечно, жутко мешается, мы видим. Но почти получилось снести. Ну, уже получилось снести. Ну, уже хоть что-то. Там еще наверху просто невероятная пачка крипов заходит. Ну, это вообще замечательно. То, что они развели и подмуны БКБ, или то, что она сама себя развела, тут надо еще выяснить. Да, и... Теперь-то она в опасности. В опасности. Хотя она и раньше была в опасности, если так подумать. Там паха, что так, что так прыгает. Ну, может быть, от Слардера, правда, можно было меньше страдать. Ворвался там Слардер сбоку. Угу. Так, еще один прыжочек. Тайдхантеру тоже не дают подойти. Хорошо, кстати, кидаться ножиками под Amplified Damage Слардера. Приятно. Там минус двадцатка брони, и вот эти криты по полторашке потом вылетают. Кстати, Тайдхантер до сих пор не имеет даггера, да? Вот у него все еще есть большие проблемы по золоту, по экономике в этой игре. Причем у него уже и Гост появился, но по понятным причинам паха может его... Ну, занять вот... В такой позиции его найти очень неудобно, когда и ревердж не нажмешь, но и умирать не хочется, потому что тогда команда твоя проиграет. Так что Гост, в принципе, понятен. Тем более, что у Фантомки диффузов там пока нет. Пока этот Гост более-менее смотрится. Да. Мы видим, что у Баунти Хантера есть Солар Крест. Действительно, он здесь заходит хорошо. Ни одного персонажа нету. Манки Кинг Бара. Нету у них... Да и вообще, плюс армор, как бы, тоже замечательно. Ну, еще бы Лотусорп не помешал бы. На том же БХ. У него плюс уже есть с Аркан Орб. Был бы такой прям, знаешь, ультимативный помощник. И Солар Крест, и Алтимейт Орб. И сам просто не пробить его никак, там, плюс-двадцатка броневую товарища. Ну, да. Точнее, не Аркан Орб, а Аркан Бустер. Извиняюсь, пожалуйста. Извиняюсь, пожалуйста. Я... Я... Я извиняю. Извиняюсь. Можно было, конечно, без «пожалуйста», но ладно, хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Извиняюсь, пожалуйста. Так, хорошо. Слишком любезно. Ну... Мы, конечно, интеллигенты, но это был небольшой перебор. Ну, немножко с четырех утра меня плавит уже. Ничего, ничего. Скоро пойдешь отдыхать. Не, ну я... Я стараюсь. Смотри, смотри, смотри. Поймали Тайдуху. Вот он, Гост пошел. Сразу же оглушение. Кракеншалом он с себя сбрасывает. Все. В это время нападение на Варлока. Вот он, минус Варлок. Полторашка Крид залетает. Также нападение идет на ПА. Солар Крест хорошо работает. Промахивается трижды. Айсберг. Рэвидж также идет. Айсберг и Сыр дадут ли прожать? Прожимает он его. И дадут ли отпрыгнуть? И еще и отпрыгивает. Но здесь же Мирана просто завершила победоносное шествие по базе Вега-Сквадрон. И маг еще под треком находится. Так что, возможно, и за ним погонятся дальше. Да, там все в кулдаунах. Блинки, я имею ввиду. И все прочее. Еще и Тайтхантер на хосте. Знаешь, идет такой у тебя и месит потихонечку. Хотя Луту 40. Знаешь, с этой игры можно сделать прям этот... Подставить музыку клоуна. Да, вот эту. И просто как Айсберг кидает даггеры. И как прыгает на Варлока. Бедный Варлок просто. На него... И потом... На каждую пиковую эту нотку можно действительно по одному фрагу Варлока подставить. На Варлоке, конечно же. 4300 уже у Мирана на руках. Слушай, герои от Финнэм действительно хорошо уплотняются. Нельзя сказать, что у Веги там какая-то супер доминация. Все-таки Баунтихантер реально помогает за счет вот этих треков. Ну да, но Винга все-таки это не тот персонаж, который выходит в лейтгейм хорошо. То есть мы видим, что уже у той же дровки есть Шадо Эдж. Сильвер Эдж, точнее. Вот постоянно путаю. Есть Сильвер Эдж, который очень хорошо работает против ФПА. И вообще всецело у ребят большое количество урона. Чего нельзя сказать о ребятах из Веги. У них вот только физа. И то... То есть прокнет, не прокнет. Если не прокнуло, ну... Грустно. Попробуем в следующий раз, да? Да. Просто до следующего раза еще доживать нужно. Как там дела идут у Дизраптора? Мне любопытно. Потому что этому товарищу уже пора бы давным-давно пытаться выходить в агоним. Но из-за того, что у него просто очень мало денег. Ну как очень мало денег? У него нетворс неплохой, там 4700. Но мы понимаем, что это только худ, который помогать должен, по идее, от Мираны. Гениальный план, там на карте рисуется. Да, действительно неплохой. А у Мираны, в свою очередь, появляется догон. Поэтому жизнь у Семы становится еще тяжелее. Ну, у Пашки уже, в принципе, БКБ 5 секунд. Это, я думаю, неприятно очень. Вот вынуждают ее покупать МКБ. Какие расовые фэна. Просто посмотри на эту машину. Ну, окей, он толстый. А что дальше? Урона у него нет. Я об этом говорил, Дейдалус. Он не может ни до кого дойти. Ну, Дейдалус тоже не был бы вариантом, я считаю. Вот опять же, нужно МКБ. Ну, или МКБ. Потому что рано или поздно Дровка тоже приобретет БТФ. МКБ, я соглашусь. Ну, то есть, я имел в виду именно чистый урон. То есть, вот два артефакта есть на этот урон. Дейдалус, МКБ. МКБ, может, более стабильный. Ну, в очередной раз забирает Рошана. Угу. Очередная гида для Фантомки. Да, ну, я думаю, что сейчас они подождут, когда он деформит МКБ и попробуют пойти. Ну, конечно, куски отрывают неплохие ФН. То есть, если ему дадут драться, он сможет повоевать. Ну, он отрывает неплохие куски, но у той же Дровки там у нее 20 с чем-то армора. Ну, даже 33. Да, второй уровень догона у Миранки пошел. Такая вилка начинает обрастать лишними зубчиками. Ну, а сами Вега Сквадрон отправляются по верхней линии. То есть, они понимают, что и им можно еще какие-то артефакты. Вот, наталкивают линии немножко. Появляется МКБ уже у Фантома Ассасин. Так, нервно сглотнул Варлок. Угу. Глядя на это все. Тут сейчас по крипу залетело 1300, но мы-то понимаем, что на героя еще будет, скорее всего, Amplify Damage висеть от Слардера. И там 1300, как там, бесконечность не предел. Вот он, вот он стоит, бедняга. 7 брони. Тайдхантер, кстати, приобрел даггер. Вот, это уже интереснее. Теперь можно и самим попытаться напасть. Там и у Мирана даггер, и у Тайдухи есть. Мадара, я думаю, может как-то пешком добежать. Ну, он может быть просто в качестве подсветки даже бегать в своем Сильверадже. Главное, под гем не попасть. Ну, я считаю, что от Файнам здесь сложно проиграть драку. По той причине, что они хорошо очень сидят на хайграунде. Вот, каждую драку они действительно хорошо проводят. Сложно соинициировать грамотно веги, и постараться завкусить героев. Плюс зачастую есть какие-то байбэки от Файнам, от Финэм. Ой, Каспер. Мы обязательно с тобой в паузе проясним ситуацию. Хорошо. Хотя я уже пытался, но ладно. Как только команда греков выйдет с базы, это сразу возможность для Эт Финэм. Неплохо. Неплохо, Кирилл. Я недоволен все равно. То, что не с первого раза? Да то, что... Ладно. Ну, хорошо. Можно АФ так же говорить? АФ, да. Тоже неплохо. Но они просто сидят на булке, никуда не выйдут. И понятно почему. Вроде как вега пока в роли таких альфачей выступают, и хотят постоянно кого-то протолкнуть, пропушить. Но все равно это опасно. Кстати, вот эгида у Паахи, может быть, ее винге стоило бы отдать, и просто идти пушить с этой вингой, потому что фантомка-то не может так листом подходить. Ну, у фантомки бы тоже не было бы слотов, если бы у нее не было эгиды. Так, прокастик получил. Было бы забавно, если бы она сейчас на эту стрелу с форстафа налетела. А у нас вчера был Шторм Спирит, который на стрелы прыгал. Она пролетает мимо него, он упрыгивает. Это был вратарь. Ну, возможно, возможно. Он упрыгивает просто из-под фокуса и въезжает прям в стрелу, которая уже была за ним. Это, конечно, были слезы. Да. Словил стрелу в ДТФ, но сложно довольно-таки пробить. Тут же БКБ нажимает, свап пошел, стан тоже пойдет. Очень хорошая комбинация была продемонстрирована только что. Да, под статик Шторм свап был действительно неплохой. Нет, 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 там вся суть была в том, что свап был под чарджборд Трума, то есть он со старта, да, это прикольно тоже. Ну, смотри, по центру линия пушится, ведь не так давно там уже рейнджевой барак снесли вега-сквадрон. Сейчас также будут забирать рейнджевой барак на верхней стороне. Ну, они сейчас просто вот отпушивают, точнее не отпушивают, они отрегенили венгу, вот, и сейчас постараются на верочку зайти. Но в этот раз уже, ну, что-то боится немножко Пашка. Я думаю, что стоило бы ей побить немного. Да, вроде... Я думаю, что вега догадываются об этом, что не всё может пойти по их сценарию. Возможно. Вот она поднимается по А, очень круто, проигает сейчас. И посмотри, криты, криты работают! Ну, нет, Мирана делает байбэк. И надо убегать, просто убегать. Да, отходят. Ещё и Кинетик Филд, замечательный, заградительный. Они могут перегруппироваться, просто, ну, решили отойти. Так всё, у тебя 7 минут времени. Ключевой герой, ну, уже без байбэка, соответственно, где-то её поймать можно. Ну да, решили, в принципе, не драться без БКБшки на ПА. То есть она в кулдауне пока что отпушит бот линии. Там уже, кстати, скоро будет БКБ ещё и на Слардаре. Да, тоже маг будет себя хорошо чувствовать. Но у него ещё и сыр имеется в инвентаре. Ну, он сейчас Айрон Талон просто продаст. Кстати, Айгис закончился. 3200 УПАхи. Можно уже что-то так же подкупить. Всегда сложно выбирать, на самом деле, айтемы на этом персонажа. Ну, тут, учитывая то, что есть там или появятся ещё гасты, может быть, тоже Диффьюжл Блейд какой-то? Ну, как вариант, но... Надо просто посмотреть на количество гастов у противника. То есть слишком ли эти Диффуза нужны. Пока что это просто замена Фейсбутс на Бутсов Тревел. Ну, он просто всё равно оставит ещё Фейсы у себя в инвентаре. Всё-таки дэмэдж даёт. Бегать можно быстрее. Да, да. Знаешь, просто в таких ситуациях, вот когда ты идёшь конкретно этим билдом, да, ты там, вот, после какого-то ситуативного айтема, после вот Абисала, БКБшки и Дезолятора, ты там купишь, скорее всего, Кирасу. Да. Абтут Кирасу уже есть. Думаешь же, блин, какой же... Что делать, что делать? Ну, на самом деле, небольшой айтем-чойс. То есть, возможно, придётся уже менять Дезолятор, да, на что-то другое. Ну да, у тебя просто штука в чём? У тебя криты врождённые, у вороты врождённые, блинг врождённый. И у тебя большинство артефактов, которые на других керри покупаются, типа бабочки, вот эти, там, Дейдлсы, ну, они тебе просто не нужны. Как вариант, может, какой-нибудь Блуд Торн собрать. Блуд Торн может быть, кстати. Тем более, что тут куча физы. То есть, та же Венганна. Будет очень приятно так настреливать. Ну, это так. Ну, сложно, действительно, грамотно это делать. Ну, вообще, даже как вариант безумный, конечно, но есть ещё Баттерфляй, который стакается с пассивкой. Ну, не знаю, насколько это... Целесообразно? Ну, нужно делать, да. То есть, он очень-очень-очень дорогой. Может быть, действительно, что-то более-менее активное. Может, Хекс вообще какой-то купить. Скади? Ну, Скади, Хекс, вот что-то такое прям совсем полезное. Нет, если выбирать между Скади, Хексом и Блуд Торном, то Блуд Торн, наверное, и Скади, Хекс. В последнюю очередь. Почему же? Ну, такое... Он, в принципе, прыгает с Абисова, как бы. То есть, и там идёт просто фулл-уап. Возможно, возможно. Ну, либо он может прыгнуть с Абисова, там, кого-нибудь захексить. Убить того, кто под Абисов. И человек в Хексе будет наблюдать. Ну, просто выключите одного героя, пока будет убивать кого-то. Было бы неплохо. Ну, опций много. Опций действительно много. Тут вот просто от игрока зависит. То есть, какой у него план на драку, что он планирует делать вообще по игре непосредственно, там, солдат. Переложили сыр в Пашку. Угу. Спиритбрекер. Так, интересно, поехал вперёд. Да пугает людей просто. Да, ну, там должны уже скоро, наверное, пойти, не знаю, иллюзии какие-то. Ломать бараки. Да, забегает. У тебя, посмотри, как больно. Хорошая позиция варлок, кстати, стоит уже слева. Угу, да, в лесочке. Ха, хитрый Спартан. Да, раскидываются треки. Там, правда, лут срабы. И ты посмотри, какой замечательный комбо-бомба тоже, что мы видели и в прошлый раз. Даже Голем не останавливает натиск. Вега Сквадрон. Выкуп от Дроу Рейнджер. Рэвэйдж пошёл. Вроде бы неплохо. Умирает Паха. Медленно, но уверенно. Да, сыра, она, кажется, не нажимала. Или уже, наверное, прожала. Нет, не успела прожать. Да, и теперь гонится за ФНом. Также Мак. Ну, давай уже башки, может быть, сруктируем. Хотя бы немного. Да, вот он башек пробивает по скаларку. И ФНчик продолжает атаковать. Но тут же апхивал под ноги кидается. Мадара с ледяными стрелами забирает. Это минус 4. Но опять же, байбэк. Но хорошую, действительно, продемонстрировали комбинацию. Знаешь, я бы... Ты бы. Возможно, посоветовал класть статик шторм непосредственно не под дровку. А наоборот, вперёд на хайграунд. Знаешь, как... Упредительный вот этот. Ну, зонирующий такой, да? Да, да, да. Как войдом отрезают от героев. Угу, угу. Ну, возможно. Возможно, действительно стоит. Чтоб не помогали, там, вот эти, не знаю, там, Мираны. Чтоб не прыгали, там, куда-то вперёд. Она, конечно, может залететь, но... Что у нас у Сёмы по аганиму? Скоро он там будет или нет? Да, и мне кажется, что совсем не скоро Дизраптор обзаведётся этим артефактом. Хотя я могу заблуждаться. Там Рошан появился, между прочим. Да, у Семёна вообще пайп. Угу. Ну, это грустно, как. Но Семён всё равно лучший. Вот. Это факт, конечно же. Но в данной игре пока что... Есть некоторые вопросы. Вопросы к Семёну есть, да. Ну, просто аганим, он реально слишком хорош на этом персонаже. Да, он здесь очень хорош. Здесь много героев, которых стоит выключить артефакты конкретно. Да, чего стоят все эти монтостайлы, бэкабэхи, которые нажимаются там... Та же Мирана, которая с прокастом. Она ведь не только с руки бьёт. Этот котик вообще вредный. Вот реально, она такая вредная. Фу. Патмайта, да, постоянно блейды эти зелёные кидает. Догоны. Ужас. Ну, вообще-то, вообще Мирана пока такая самая многокнопочная в команде от Финнам. И её бы выключить вообще не помешало. Включая именно артефакты, конечно же. Так-то ты вроде на неё стотик шторм кинул, но там сразу бэкабэ и полный прокаст в тебя залетает. Тауэр Дефанс, любимый. Ну, ладно. Тут с бараком разберутся. Хорошо. Будут уже две линии пушиться. Но вот есть один минус вообще у таких ситуаций, когда эти пуши затягиваются там минут на 30, например, как сейчас. Это то, что враг фармит, по сути, не выходя с базы. Вот, слушай. Вот. Это, возможно, потенциальная ошибка от... От Финнам? От Финнам, да. Смотри, пока что дровка не особо далеко вылезла. Но, тем не менее, команды рядом нет. Там в радиусе, не знаю, одного-двух экранов. Вот сейчас только подтягивается БХ и Варлок. Да, на боте, да. Ну, понимает ребята, что не всё так просто. Не будет она тут стоять одна. Ну, да. Хотя, там под Вардом, кажется, бегает Миранка. Фрячок? Нет. Опс. Опс. И будет минус. Маг опять там не допрыгивал. Не успел среагировать, он там повесить как-то... А вот теперь неплохо прыгает, но будет ли продолжение? Нет, нет продолжения. А кто там вообще что-то нажимал? Там под мавка вот нажала... Нажала. The Real Blade? Да, The Real Blade полетел. Так и непонятно, в кого конкретно. Ну и что? Плотненький-то и душа. С сыром, между прочим. Да, реально тяжело его забрать. Уже... Что-то рофлы про ваншотных героев закончились. Не находите ли? Ну, потому что дэмэдж закончился у... У ПА. Её сложно укомплектовать вот так вот, чтобы она реально рубила людей. Раперос. Раперос, сатаник. Ну это... Ну это слишком затратно. Всё-таки это не тот персонаж, который фармит. Они больше стоят под хайграундом, нюхают крипов. Не, ну раперос вообще мне нравится на этом герое. Ну 5 тысяч есть у Айсберг. Бежит ФНГ, конечно. ФНГ тоже вот лотару. На мой взгляд, лучше по лоту сорту еще один взяли. Ну, а с другой стороны, чего там толком-то доджить? Ну, потому это важно, на самом деле. БКБ может помогать там близне доджить. Тоже, да. Нашли. Maybe next time. Я думал, что только что этот... ФН решил пранк, да, сделать. Ух, там. Крит точки разлетаются. Но я не ожидал, что там стоит еще Айсберг. Тима Стравлов прилетел. Ну, там КБ появляется у дровки. Ну, уже неприятно. Очень даже. Хорошо, что вот в Адафине есть Тайтхантер. С блинком, кстати, хочу подчеркнуть. Да, и дровка себя постоянно спокойно чувствует. Вот она стоит и бьет. Ну, конечно, в последние две драки получалось так, что ее убивали очень качественно. Слушай, пока наглеют в Вега. Понимают, что их просто-напросто больше. Охмант оставил хорошие. Вот и Фэна. И продолжает ломать бараки. Тайтхантер так вальяжно заходит. Что-то говорит, господа. Тут может быть такой курьезный момент. Ой, а вот теперь курьезный момент с Мираной, которой очень нежелательно так подставляться. Хотя у нее есть выкуп. Да, она его делает. Тайтхантер ревейджирует. Попадает только по двум персонажам. И Мирану возвращают на глимсе назад. Так что можно, мне кажется, напасть на этих двух героев. Надо их убивать. Убить! Ну? Ну а че нет? Че они убегают? Ну ладно. Потому что лоу хитовая. Нету БКБшек. Патма все равно. Она довольно-таки мобильная. Быстро добежит. Забавно прыгивает сейчас айсберг с магом. Маг уходит на блинке. А айсберг на него подпрыгивает. Погоня в джунглях. Да, да. Не хватает еще какой-то экшн-камеры сбоку. Знаешь, они там от кого-то скрываются. Ну вот опять стоит ждать Вингу. Ну, действительно, хорошо. Они используют комбинацию свап и чардж. Уже который раз. Бедный Семен и 5800. Ну, хотя 2500 варлок за 56 минут тоже. Выглядит сочно. У него сколько там? 200 гпм получается? 200? Чуть меньше. 184. Неплохо? Неплохо. 184 за 57 минут. Просто 1, 11, 12. Тапки. Тапок. 6 танков. Он проедал просто сбоку, чтобы пройти. Не, ну это понятно, но... Когда ты видишь, знаешь, эти криты по полторашке. Вроде как вопросы возникают. Знаешь, по-моему, его никто не спасет. От... От критов по полторашке? Да, от... One hit. Death. Да, ваншот... Как там? Ванкил. Ваншот, ванкил, да. Хорошо, фантомка уже полностью упаковалась. Там Сатани, кажется, появился. И у Айсберга уже почти 3000 хп. А, они решили Тайтхантер закрыть. Но они могут попытаться это сделать. Вот, кстати, и Гост, который ему очень неплохо помогает. Что-то Сема недоиграл в этой ситуации. Слушай, ну Скайварка все-таки убили. У него выкуп, правда, есть. Но реведжа пока еще нет. Айсберг отступает. Интересно, Айсберг переложил айтемы, чтобы работал... У него сатаник. Сейчас проверим. Смотри, идет бить. Да, вроде бы. Хотя он может отжираться с Владмиром, на самом деле. Между прочим, да. Сейчас надо за ним последить. Смотрим внимательно за Фантомкой. Вот он идет. Вот он идет. Ну ударь-то кого-нибудь. Ну. Богдан, ну пожалуйста. Бодя. Ударь, плиз. Не, он не отжирается. Это плохо. Не, ну может он как-то переложит... Вот, он понял, что не работает. Вот, видишь? Видишь? Я не зря заметил этот момент. Потому что в драке это могло бы сыграть ключевую роль. Он просто не отжирался бы. Хорошо, минус. Дровка с Критули улетела. У него байбэка, кстати, нет. Не, есть, есть, есть выкуп. А, есть. И Тайхантер тоже делает выкуп. И реведж есть. Вроде бы все есть. Но понимаешь, учитывая то, какими... Вообще, какой ценой, каким количеством ресурсов от финнам отбиваются от очередного пуша веги, ну когда-то это должно закончиться или нет? А? А? Как они байтят его на реведж? Да. Опа, ножик. Под сейв пошел. И станчик сразу же в Эзериал неплохо. Тут же нам Адару напали. Да и посмотри, у дровки также серьезные траблушечки. Нет. Дровка убегает. Минус Братрум. Хорошо, забрали Варлока. Но он уже все нажал, так что это не важно. Минус дровка. Минус дровка, да. Дровки, нет байбэка. Вот это уже очень важно. Ой, Тайхантер, сладкий Буболех, получает два удара. Там еще Мирана также бегает не менее сладкая. Ее бы хотя бы немного подсветить. А, ну она сама подсветила, только с Лардера. Да. Да, не нужно за ней гоняться. Нужно развернуться сейчас. Да, ничего, надо просто идти базу ломать. Согласен с вами, Роман. Ну, это вполне логичное событие, которое можно было легко предсказать даже такому недоаналитику, как я. Да ладно. Ну, я немножко прибедняюсь. Загнобить на меня всегда, как бы, успеют. Так, смотри. Да, забрали топ и сразу же ФН отправляется вниз. Я думаю, что ФН здесь реально не был прям доволен на все сто. Не удовлетворила его эта игра. Но он выиграл. Это главное. Это самое главное. Согласен. Это самое главное. Если ты побеждаешь, то это действительно самое важное. Если у тебя получается занимать какие-то места на турнирах, где-то выигрывать, то что может быть прекраснее? И просто телепат под вражеским фонтаном, и он его делает! Господи, как же он хорош. Как же он хорош. Это опять был пранк. Стальные нервы, знаешь, у ФН вот это вот. Потирал он нервы, как раз когда делал тэп-аут из-под вражеского фонтана. Что? Красиво, красиво было. Да. Ну, пранк неплохой получился. Это как в Старкрафте, Нексус у противника на базе построить. Здесь, например, просто затпшится из-под вражеского фонтана. Mission completed. Ну и что, против мега-крипов-то теперь делать над Финном? По-моему, варлоку не хватает еще там гусиков. Вот, кстати, скади действительно разбирали. Как в том видосе про 12 танго. Да, кстати. Не, ну, много танго-то не бывает на самом деле. Да, не каждый день ты можешь деревья есть. Действительно. Мне очень понравилась отсылка на Интернешнл, когда мы были, по поводу аптеки, которая находится рядом. Мол, не нужно себя утруждать и грызть деревья, можно просто зайти в лавку и, типа, потратить свое золото в такой-то лавке, типа, мол, аптеки. На Интернешнл было такое предупреждение небольшое. Забавно сделали ребятам. Креатив. Креатив, креатив. Это меня немного улыбнуло, конечно. Вот, скади видишь. Ну... Ну что, 3700 здоровья? Да. 35 армора. Я все-таки понимаю, что я немножко неплох. Ну, возможно, ты так же плох, как и Айсберг. Как тебе такое утверждение? Ну, да. Звучит неплохо. Или как Тейт Хантер. Ну, просто его месят. Конечно, урона не слишком много залетает. Опять пытался вернуться от стрелы. Опять ничего не получилось. Диффуза залетают по Мадаре. Ой-ой. Крит. И еще один удар. Минус. Дроу Рейнджер. ГГВП. Хорошая игра, на самом деле. Показательная в некоторых моментах. Ну, достаточно зрелищная, стоит отметить. Ну, Вега молодцы. Вега молодцы, безусловно. Вега вырывают очень важную для себя победу. Потому что у них до этого был счет 3-4. И мы видим, что команды, у которых уже было 5 поражений, они уже сразу автоматически отлетели. Соответственно, Вега сохраняет свою стату. У них становится 4-4. И у них еще последняя игра. Впереди. Сейчас попытаюсь даже посмотреть, против кого они еще будут исполнять. Это Империал. Последняя игра у них против Империал. Ну, я думаю, что они должны вырывать победу против этой команды. Самую уверенную игру они показали. Подготовка должна быть очень серьезная. Кстати, учитывая то, что у Веги эта игра через некоторое время, она предпоследняя будет в этом регионе, соответственно, будет время немного подготовиться к Империал, провести какой-то, не знаю, краткий анализ игры этой команды. Ну, в общем, у Веги ситуация сейчас такая, что все в их руках. Смогут затащить. Молодцы. Там как-то, может быть, переигровки какие-то, еще что-то в этом духе. То есть там пока еще нет стопроцентной уверенности, попадают они или нет в следующий этап. Но если они проиграют, то сами виноваты. Согласен. Замечательно. Ну и мы будем передавать слово нашим аналитикам, нашей замечательной студии. Так что далеко не разбегайтесь. Я думаю, у них есть что вам рассказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЕГейминг Бэтс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. Старкрафт 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баты команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОС. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова